Привет, с вами English Shoes. Каждый сталкивался с тем, что рано или поздно на обуви могут появиться какие-то царапины, потертости, а иногда даже и трещины. А может быть человек даже разорвал кожаную куртку или сумку. На рынке представлены разнообразные реставрационные средства для решения подобных проблем. И одно из них в простонародье так называемая жидкая кожа. И сегодня я вам расскажу свой опыт использования этого средства. У меня в руках реставрационное средство от марки Sapphire. С французского на русский это звучит как реставрационный крем. Это туба 25 миллилитров. В ассортименте представлено почти 100 цветов из самых разнообразных оттенков. Это не натуральное средство и сделано оно из полимеров. Это средство боится замораживания и при разморозке будет расслоение на составляющие ингредиенты. Поэтому при покупке будьте внимательны. В России это средство любят за возможность что-то замазать, отреставрировать, как это называют профессионалы. Если появляется какая-то царапина, потертость или трещина, то ее конечно же сразу нужно обработать жидкой кожей. Но чем еще? Вот только есть один момент, совсем маленький. Средство это предназначено совершенно для другого. Как бывает в мастерских или дома. Почистили обувь, открыли тюбик, замазали проблему и на этом вроде бы все решилось. Безусловно ребята в мастерских отработали свои методики и технологии практически до идеального состояния. И действительно можно без проблем на моменте решить проблему либо на диване, на кресле, да даже на обуви. Но только держаться это средство будет до момента использования обуви и в первый же день эксплуатации этой пары проблема опять вылезет наружу. На диванах или в салоне автомобиля это средство продержится немного дольше, но тоже недолго. Оно ложится как пленка и таким образом закрывает потертость или царапину, то есть маскирует ее. Но если посмотреть на физические свойства кожи и полимеров, то они совершенно разные. И при эксплуатации это средство прям сразу же потрескается, либо вовсе отслоится. Хотя и можно создать сильную степень адгезии между двумя материалами, но даже при этом случае полимеры в отрицательную температуру все равно будут отваливаться. Реставрационный крем от Сафир не обладает клеящими свойствами. При высыхании он дает усадку, усушку, как вам больше нравится. Крем теряет эластичные свойства при отрицательной температуре и после нанесения на гладкую кожу, а его можно использовать только на гладкой коже, обработанный участок будет выглядеть как бельмо на всей поверхности. То есть он будет выглядеть неестественным и будет сильно отличаться от поверхности кожи. Но несмотря на это многие мастерские до сих пор умудряются перекрашивать обувь с помощью этой жидкой кожи. И самое неприятное, что покупатели и люди, которые обращаются именно в мастерские, они принимают эту работу как должное, хотя в глубине души они чувствуют отторжение и скепсис. С помощью подобных средств невозможно восстановить прожиг от сигареты, например на сиденье автомобиля. Даже не питайте себя иллюзией. Вы не сможете с помощью этих средств качественно восстановить обувь или куртку, тем более в местах заломов, если есть трещины. Потому что на движимых участках кожи напряжение или деформация изделия еще сильнее и все нанесенные не по технологиям продукты не выдержат нагрузки и просто отвалятся. Если вы взялись реставрировать прожиг или порез, то как минимум с внутренней стороны необходимо приклеить тонкий кусок кожи. Да и то я обращаю ваше внимание не каждым клеем, потому что при высыхании он может потянуть за собой поверхность и таким образом получится звезда. И только после этого вы можете уже подумать, как вы будете завершать реставрацию. На рынке представлены разнообразные средства, которые называются жидкая кожа. Я обращаю ваше внимание, что правообладателем заявляет себе производитель из Уфы. Раньше это продавалась коробка в виде семи цветов жидкой кожи и один флакон для смешивания. Я не знаю, насколько это средство вам нужно, но в магазине на диване оно продавалось очень хорошо. Итак, друзья, я практически уверен, что никто из вас не знает, для чего было произведено это средство. Или все-таки знаете? Этот реставрационный крем выпускается в виде цветного пигмента, чтобы его размешать в бальзаме Universal. Ну, либо, например, в его более меньшей версии. Либо в лоушен линейки Medaldor. После чего изделие обрабатывается, туда внутрь, в структуру кожи впитывается этот бальзам и таким образом вы можете восстановить либо оттенок, либо цвет изделия. Опять же, нужно вам это или не нужно, я не знаю. Я использую для своей обуви краску глубокого действия и от этого моя обувь выглядит великолепно. Напишите в комментах, знали вы об этом или нет. Друзья, зарабатывайте больше, улыбайтесь чаще и иногда скрасьте свою жизнь хорошей парой обуви, если, конечно, на это останется время. И помните, друзья, что счастье в неведении.